здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала ну вот уже наступила зима декабрь снежок небольшой правда он на этой неделе должен по прогнозу растаять но тем не менее уже заметно что начали появляться птички зимние так скажем птицы это синички потом снегири особенно вот когда чуть-чуть подморозило ветерок северный холодный то они уже у меня напротив дома на дереве сидели была у меня кормушка для них но она упала разбилась уже более девяти лет и было я сегодня решил сделать еще одну обычно я делал кормушки виде домика просто но сейчас что-то хочется сделать более интересное скажем так что-то видел похожие магазине в каком-то попробую по памяти восстановить расстояние мы берем на глазок я думаю 26 пойдет отмечаем средину если здесь расстояние 26 то по центру делаем 30 смотрел в интернете там люди такие эксклюзивные скажем вещи делают но это при наличии станков различных по дереву оборудование но мы просто в гаражных условиях попробуем сделать что-то тоже полезное и нужное как материал я использую вот какой-то лист влагостойкой фанеры нашел он не первой свежести но тем не менее потом его обработаем покрасим делаем разметку порядка сантиметре отступаю и прочерчиваю еще одну линию для чего вы потом увидите попробуем сейчас посмотреть что у меня получилось ну наверно все же на камеру не видно сейчас выпилю потом будет ясно пилил такие две заготовки пилил я ножовкой но в конце потом все взял электро лобзик очень долго ножовкой они симметричны чтобы выбрать вот эту вот часть будем использовать электро лобзик просверливаем отверстие вставляем в отверстие электро лобзик получилась такая заготовочка одна сейчас выпиливаем вторую симметрично после того как отпилили две симметричные заготовки нам необходимо донышко отмерить жернатые кормушки также делаем на глазок сколько нам захочется но я думаю сантиметров 15 и выпилим две такие заготовочки на крышу и на донышко просверливаем четыре отверстия чтобы когда будем закручивать шурупом не расколоть фанеру это отверстие просверлили подбираем саморезы и закручиваем уже начинают вырисовываться контуры нашей кормушки таким же образом крышу что получилось у меня днище на которое будет сыпаться корм крышу чтобы на него не капал но этого недостаточно надо здесь еще прикрыть со всех сторон вот я еще выпилил вот такие заготовочки на боковые стенки просверливаем отверстие и так же с второй стороны и вот здесь еще явно не хватает выпилил такие полоски 2 прикручу с таким вот зазором ну порядка сантиметра я думаю что вот так будет лучше сейчас сюда сделаем веревочку сюда я просто ставлю капроновый шнур потому что на прошлые кормушки меня висела веревка просто она прогнила и кормушка упала и разбилась с обратной стороны на узелок завяжу лишнее обрежем немножко за шкурю а получилась такая кормушка теплеет когда на этой неделе концу я ее покрашу чтобы она сохранялась вынесу сторону чтоб подальше от дерева потому что у меня два котика которые тоже захотят подкараулить птичку поэтому надо как-то обезопасить почему я ее сделал такой глубокой здесь ветер с озера постоянно у нас и бывает сильный поэтому корм выдувает высыпается но если птицам не понравится вот именно что она глубокая такая не будут бояться может быть туда садиться я тогда что-нибудь придумаю и ее немножко усовершенствую также ее можно поставить для этого как я уже сказал надо какое-то безопасное место